Всем привет! Я собралась, оделась не очень тепло. Это все потому, что мы летим в Таиланд. В Таиланд летим через Катар. Кошка нам, как всегда, помогает собираться. Летим катарскими авиалиниями через аэропорт Шереметьево. После того, как зарегистрировались, дали багаж, решили зайти в ресторан Мадагаскар. Надо сказать, что, кстати, достаточно вкусно здесь мы покушали. И потом пошли погуляли по аэропорту, зашли в дьюти-фри. Так что давайте прогуляемся вместе. Ну а это уже мы прилетели в аэропорт Катара. Лететь 5 часов. Дьюти-фри тут такое небольшое. И нас встречает эта антилопа, символ Катара и катарских авиалиний. Это мы едем в такси как раз до нашего отеля. Мы поселились в отеле Рэдисон. В центре. Ну тут как бы это недалеко от аэропорта. Всего 15 минут. Ну не буду советовать, потому что мне он, в общем-то, не очень понравился. Он такой был уже не совсем свеженький, скажем так. И вечером приспичило некоторым сходить в Макдональдс. И мы пошли. Вечером, надо сказать, не очень жарко. Вот 18 градусов. Я была в кофточке, и мне было вот прям вот совершенно не жарко. Кошки повсеместно. Вот такие знаки у них интересные. А это на следующий день у нас был такой совершенно обалденный рассвет. Потому что уже рано утром мы улетали в Таиланд. Это такие городские пейзажи. Это прям вот самый центр Катара выглядит вот таким образом. Надо сказать, что все везде очень чисто, очень культурненько. И на самом деле мне очень понравилось. И достаточно много зеленой растительности, насаждений. Ну прям очень приятно. Ну вот совсем быстро. И мы уже на рассвете в аэропорту. Подъездная дорога к аэропорту. Так вообще вот вся прям такая зеленая-зеленая. Это знаменитый мишка. Это мы пошли в Харатс. В ресторан. Это такой английский ресторан. Есть также там этот магазин. Тоже Харатс. Ну потому что всем известно, что Катар раньше был под протекторатом Англии. И этим магазином Харатс, который находится в самом центре Лондона, одно время, ну как бы, естественно, англичане владели. Потом какой-то египетский шейх. И сейчас, в данный момент, египетский шейх, не египетский, а катарский шейх владеет этим универмагом, который прямо в центре Лондона. А это мы уже прилетели в Таиланд. Огромная просто очередь на паспортный контроль. Я не знаю, мы стояли, наверное, часа полтора. И вот вечером мы уже пришли заселяться. Вот такое красивое у нас первое тайское утро. Это я купила кофе во всеми любимом савоне и лавоне. И сейчас мы поедем в магазин и прокатимся немножко по тайским улицам. КОНЕЦ А сейчас я специально сняла, показать, сколько стоит у них чай. У них вообще проблемы с чаем. Вот этот обычный твининг в пакетиках, получается, на русские деньги стоит 900 рублей. Это кошмар. Вот тут у нас тоже продолжается тема здорового питания. Купила органический мумут из лаковых хлеб, красный сахар, помидорки, кокосовый натуральный йогурт, манго, салатик, лосось. Конечно же, здесь очень дорогой лосось. И вот такие ананасики. Это самые вкусные ананасики, маленькие. И самые-самые сладкие. Ну, а это у нас уже следующий день. Обычные тайские пейзажи. И мы едем в магазин Central Festival. Это один из двух крупнейших торговых центров в Паттайе. Мы зашли в итальянский ресторан, который находится на пятом этаже этого торгового центра. Совершенно нам все не понравилось. Так что прям советовать не буду. Наверное, только вот эти пельмени были более-менее такие сносные. А остальные прям что-то, конечно, совсем были ни о чем. После этого же потом под вечер заехала в тайскую аптеку. И купила. Тут представлено огромное множество товаров тайского производства. Они такие, можно сказать, масс-маркет. Но некоторые реально работают.